Значит, на чём мы остановились? Мы умеем деплоиться, всё круто у нас. О чём надо не забыть? Первое, чём надо не забыть, это мониторинг. Потому что понять... Не забыть ключевый проект, да? А как это сделать? Shift и 5. Windows P. О, есть. Звук кликей. Видали, что он Windows 8 умеет? Да ладно, что Windows 8 стоит? А то. E-T. А то, E-T. Первое, это мониторинг. Потому что без мониторинга вы, в принципе, не узнаете, всё ли у вас идёт хорошо или не всё идёт хорошо. Ну, то есть, если вы задеплоили, сидите, ждёте там, что же случится, и не ждёте позвонить ли ему какой-то пользователь. Нет, так лучше не делать. Лучше настроить мониторинг, причём знать, какого шаблона вы ожидаете на мониторинге, какую картинку вы ожидаете увидеть. Если вы её видите в течение какого-то времени, то убирайте те ресурсы, которые вам уже не нужны. Смоук-тесты. Смоук-тесты – это очень важный набор тестов, который позволяет вам после того, как вы всё задеплоили, убедиться, что нету каких-то явных проколов. А что вы используете для мониторинга? Какие? Нагиус. Вот. Смоук-тесты в основном используются для того, чтобы запустить и очень быстро убедиться, что у нас основной функционал работает. Банальный пример, что вы сможете залагиниться, что вы сможете попасть на дожбор, что вы сможете ещё что-то сделать, да? Зарегистрироваться. То есть это такие тесты, которые в принципе никак не влияют, они не переводят деньги из одного места в другое, а может быть и переводят, если это тоже для вас очень важно. Но переводят там фейковый доллар, например, какой-то. То есть есть уже какой-то завезённый аккаунт, на который смоук-тест запозит и полностью как пользоваться переводит. Если у вас это веб-приложение, мы используем веб-драйвер. Если это какое-то другое приложение, используется через API. Важно убедиться в том, что приложение не имеет хотя бы явных каких-то проблем. То есть иначе откатываемся по сценарию. То есть итак, задеплоили, смоук-тесты автоматом, после этого мониторим, смотрим, откатываемся, если что. Если у вас не сложилось, тут очень важно не просто сказать, ну, ребят, не сложилось, в следующий раз получится лучше. Нет. Надо собраться и проанализировать, почему не сложилось. Это вот как раз что я говорил уже. Нужно проанализировать, почему так произошло. Причём вы должны докопаться до реальной причины. Не Вася мудак, не останавливайтесь на причине Вася мудак. И Вася мудак никак не обеспечит вам на следующий раз защиту от этого. На следующий раз Петя будет мудак или ещё кто-то. И произойдёт ровно то же самое. Вы должны докопаться, почему кто-то допустил, что Вася влиял на это. Хотя все знают, что он мудак. И ваша основная задача, это починить это. Сделать так, чтобы Вася не мог на это больше повлиять. И Петя не мог повлиять. Вот. Поэтому, очень классно провести в этом случае. Я надеюсь, что у вас такие вещи будут случаться редко. Но если они случаются, обязательно проведите ретроспективу, докопайтесь. И самый главный вопрос, который вы должны задавать, не почему так произошло, кто виноват. А как сделать так, чтобы этого больше не произошло. Вот самый важный вопрос, на который вы должны ответить. Сейчас от того, что вы наорёте на Васю и скажете, Вася, ты мудак, мы все это знали, и ты в очередной раз это подтвердил, легче никому не станет. И в следующий раз никак это вам не поможет. Вам нужно искать реально причины и устранять причины. Если вы будете учиться на своих ошибках и делать это постоянно, потому что вы пытаетесь постоянно деплоить, то у вас всё будет хорошо. Вот, с чего начать? Значит, начать нам нужно, если вы, например, пишете новое приложение, то стоит начать с так называющего ходячего скелета вашего приложения. То есть напишите какую-то простейшую, не пытайтесь там сделать мегаархитектуру, не пытайтесь сделать ещё что-то, напишите простейшую реализацию какой-нибудь фичи и добейтесь, чтобы она деплоилась в продакшн. Одна фича, вот эта вот, которую вы сделали. Имея уже полностью вот этот процесс поставки в продакшн, решив эту задачу один раз для одной фичи, согласитесь, для одной фичи её решить проще, чем для ста. Дальше вы просто уже понакатаны, идёте, идёте, идёте. Поэтому первое, не пытайтесь сразу много фич. Сделайте вот это как бэкграунд, а после этого уже накатывайте туда фичи. Автоматизируйте шаг за шагом. Если у вас ничего не автоматизировано, начните с чего-то. Автоматизируйте сборку. После этого начните автоматизировать тесты. Потом автоматизируйте деплой. То, что вы будете автоматизировать вот эти шаги, оно будет вам выделять дополнительное время на то, что вы будете делать дальше. Когда у вас, опять же, сейчас ничего нету, попробуйте уменьшать размер вашего релиза. То есть вы релизитесь, например, раз в два месяца. Попробуйте сказать, а давайте попробуем раз в две недели релизиться. Вот что произойдёт. Попробуйте, и это даст вам гораздо больше возможности учиться на своих проблемах. Потому что если вы делаете релиз раз в два месяца, вы можете учиться раз в два месяца. Если вы будете делать раз в две недели, вы в четыре раза больше сможете научиться. Гораздо больше проблем будет, гораздо больше решений будет, и гораздо быстрее вы их преодолеете. Помним XP, который говорит нам о том, что надо делать это чаще, надо делать это больше. Начало получаться в двух неделях. Теперь сказали, давайте попробуем каждые два дня. Попробовали каждые два дня, после этого вы говорите, о, всё нормально, у нас всё налазило. Последняя тема, которую я хочу затронуться, это Build Pipeline. Значит, смотрите, какой путь проходит наша функциональность. Она у нас есть на девелоперских машинах, потом она у нас есть в каком-то тестовом окружении, потом, возможно, у нас есть Performance Testing, потом у нас есть UAT, возможно, Demo, Staging и Production. За счёт чего добивается, как бы, надёжности? За счёт того, что нету прямой связи Dev Production, а за счёт того, что мы строим цепочку перехода. То есть мы, например, взяли, собрали это на Dev'е, отправили это на тестовый environment, прогнали автоматизированные тесты, задеплоили это на Performance Environment, прогнали Performance тесты. А какие инструментарины для Performance Test? Ну, это уже что вы используете? У нас Load Test был, WAPT когда-то был, ну... То есть это Тиклой, не Load Test, да, так и называется? Нет, это инструмент так называется. Инструмент Load Test? Да. Есть WAPT, W-A-P-T, он платный, лицензия, по-моему, стоила 300-400 долларов. Ну, то есть... Есть какие-то Mega, там, есть Load Balancer, там, Кьюлит-Пакардовский, да, там, за кучу бабушек. Load Run. Да, Load Run. Вот, ну, то есть это уже такой общий вопрос. Всё зависит от того, что вообще за приложение делается. Я бы вам посоветовался бесплатно посмотреть на G-метр. В нём, во-первых, есть всё, что вы только можете придумать. Во-вторых, ну, для него уже написано миллион плагинов, там, для статистики и для всего остального. Ну, вот, как-то так. У тебя... Так, всё нормально. Вот, потом, соответственно, если у вас ваш деплоймент должен быть... Ну, любая ваша функциональность должна проходить ревью ещё и заказчиком, то вы деплоите на Demo Environment или на Stage Environment. И только потом, по нажатию клавиши, вы вот это, то, что прошло, вот эти все стадии, деплоите на продакшен. Та-дам! Вот, пример Build Pipeline. Значит, мы коммитим. Вот, автоматизированно оно попадает автоматически на ручное тестирование на экспортере. Это пример такой, куда оно может попадать. Оно автоматически попадает на автоматизированное тестирование. После этого оно уходит на UET, на продакшен и так далее. Та-дам! Вот у нас более расписано, что тут происходит. То есть, разработчики коммитят. Что происходит на коммите? Происходит компиляция, происходит юнит-тестирование, интеграционное тестирование. Делается код-анализ. Разработчики смотрят, не поломалось ли чего, или автоматически им приходит нотификация. Если что-то поломалось, оно дальше не идет. То есть, дальше на другую стадию оно проходит только тогда, когда эта стадия прошла успешно. Даже если кавычки не по иннотации поставили. Это уже как вы себе решите. Если для вас это правило жесткое, поставьте его жестким. У нас оно не жесткое. Но у нас просто в том же сценарии нарушения в Violation, они делятся на важные, критические, неважные и совсем неважные. Вот мы, если у нас есть критические, дальше не идет. Если у нас есть другие, то оно в принципе термит. А вот этот комминс-соечий, так как другие стадии с аналогом применяются? Да. То есть, он применяется вот здесь. Если здесь с кодом все хорошо, то теперь нас интересует функциональность, хорошо ли работает. И мы продвигаем на следующую, так называемую приемочную фазу. На приемочной фазе мы имеем environment, который в идеале должен быть похожим на production environment. В нем запускаются автоматизированные тесты, в нем запускаются приемочные тесты, если они у вас есть. В нем запускается все то, что у вас есть с точки зрения функциональности. Если там что-то не проходит, вот тут дальше вы уже точно не идете. То есть, если что-то с функциональностью не работает, дальше нет смысла идти. Вот, потом вы попадаете в конечную стадию. Она может быть сразу в production, если принимается такое решение. Она может быть на stage или на UIT, где заходит заказчик, для чего она деплоится на UIT. Идет процесс, разработчик закоммитил фичу, она прошла первую фазу, прошла вторую фазу, она попадает на третью фазу, то есть она задеплоилась на stage. И заказчику или продукт-оунору, или еще кому-то приходит нотификация. Фича такая-то, задеплоена на stage. Он откроет, говорит, о, прикольно. Паулу открывает, посмотрел, поигрался, и в его руках находится кнопка двигать ее дальше. Но дальше уже ничего делать не надо, потому что уже нет смысла наново собирать, наново прогонять тест, уже все, есть сборка. Сборка, бинарники, которые прошли, все проверки. Все, что надо сделать, взять эти бинарники, помним, да, взять версию, взять настройки сервера, куда надо поставить, в какой продакшен, и нажать на кнопку, поставить это в продакшен. И автоматически деплойный скрипт это делает. Вот как-то так. Вот. Здесь расписаны еще диаграммы последовательности. Видите, что здесь важно, это то, что если, ну это у нас система контроля версии, если она упала, соответственно, когда мы коммитили, дальше мы не идем. Если у нас упали тесты, дальше мы не идем. Если у нас упали функциональные и приемочные тесты, мы не идем. Если заказчик посмотрел и ему не пора, дальше мы не идем. То есть на каждую следующую фазу мы переходим только тогда, когда предыдущая завершилась успехом. Почему это Build Pipeline? То есть у нас есть некая труба, которая движется нашим. В Jenkins'е есть замечательный плагин, который называется Jenkins Build Pipeline Плагин, который позволяет это все визуализировать. Вот у вас ваша первая стадия. Вот как выглядит шаблон. То есть вы сначала сделаете шаблон. Причем, заметьте, некоторые вещи вы можете распараллеливать. Вот это очень важно. То есть сонар, например, анализ сонара может занимать на разном железе разное время. И в зависимости от размера проекта. Он может занимать 10 минут, может занимать 15 минут. Все зависит. На плохом железе он может занимать полчаса. Нет смысла его запускать только тогда, когда тесты прошли. Вы можете запустить в параллель. И в следующую фазу автоматом перейдет тогда, когда оба этих завершились успешно. Понятно это? То есть нет смысла ждать. То же самое можно с функциональными тестами делать. То есть в принципе вы какие-то можете фазы расширять на несколько, а потом сужать. И в конце у вас вот здесь продакшн. То есть видите, вот это оно еще не дошло. Вот это оно дошло и повалилось на последнем шаге. А есть ли возможность между функциональными тестами автоматическими и стейдж-делок заказчика ставить еще шаг, проверка тестировщиков, это случай, если еще не готов. Конечно, любой из этих переходов ставится галочка, это он ручной или автоматизированный. То есть можно добавить еще один шаг, типа наш тестировщик, в этом будет тестирование заказчика. Вот, это Jenkins, это TeamCity. Здесь старое, сейчас в TeamCity уже выпустили новую штуку. То есть вот так вот это выглядело, а здесь плохо видно, на этих грани. Вот, можно строить точно такой же билд-пайплайн, только он был не очень хорошо визуализирован. То есть, ну так себе был визуализирован. Сейчас они выпустили более-менее адекватные билд-пайплайны, то есть им уже туда, наверное, в TeamCity просто нечего добавлять, поэтому они уже начали делать полезные фишки. Вот, сейчас есть более аккуратный, красивый билд-пайплайн. А все-таки, жертвы с TeamCity, что вы думаете? Я TeamCity, мы TeamCity. Мы сейчас... Почему? Почему? Ну, потому что он тоже бесплатный, и в него все сразу интегрировано. Я не хочу... А у меня платный, да нет, это рэллопрак. Ну, нет. Но у меня меньше 20 конфигураций. И 3-билд-5, это 20 конфигураций. Если у вас... Ну, у меня кряк на TeamCity. Вот, но... Но... Кряк нужен был тогда, когда он был еще платным, ну, для нашей... Поэтому мы исторически используем с кряком. Сейчас мы можем абсолютно спокойно использовать без кряка, потому что нам хватает 3-х агентов с головой для нашего проекта. И у нас конфигураций 8, наверное. То есть до 20 конфигураций, до 3-х билд-пайплайн-какентов включительно. и unlimited юзеров, раньше было ограничение на 50 юзеров, сейчас сколько угодно юзеров, но подумайте, если у вас есть 5 проектов, то чтобы обойти лицензию и не платить, поставьте 5 SimCity и прочитайте миллион страничек, как все подключить, джерты, как это все настроить, и потом мучитесь с этим ужасающим юами, ну который реально просто капец ну то есть ты смотришь, как будто это студент написал, молодые годы, но выглядит он ужасно, посмотрите, не, ну ребята, процедура разворачивания джеркинса, это АПА я хочу, чтобы у меня было все красиво, чтобы у меня приходил, у меня красивый график, чтобы у меня было красиво все ехало, вертелось, а здесь солнышко, тучка, самое красивое, что есть джеркинс и синий поломанный билд и чакфоррис плагин, вот это вот три вещи, которые хорошо работают в джеркинсе и еще нужно курору мануала прочитать, как нужно это все настроить ну, я имею в виду, чтобы настроить не просто подключить SVN и сделать мавановский билд, а чтобы построить все адекватно чтобы у тебя был сонар, который автоматически перехошил, чтобы у тебя было, короче, все-все-все чтобы у тебя жалодоки собирались, подключались, тоже надо что-то делать, а тут у тебя все из коробки поставил, запустил, все работает да ты ему говоришь просто, хочу жалодоки и все и все жалодоки и что можешь сказать, и хочу эти джавадоки показывать на закладке возле каждого билда и в за руку у каждого билда появляется закладка причем это все встроено, мне не надо лазить и смотреть, а совместим ли этот плагин со всеми остальными плагинами, которые я поставил и не надо поставить плагин, чтобы синенький стал зелененьким но киллер фича, киллер фича не в этом чего до сих пор нету в Jenkins, я надеюсь он когда-то появится киллер фича в ремонт ранг вот ты больше мне ничего не сможешь разразить по этому поводу это киллер фича, по которой, ну, физически невозможно по-другому работать то есть теперь я, например, у себя тесты почти никогда не гоняю я у себя гоняю максимум на моды маленькие на пакет еще и что-то все остальные тесты я ремонт рангом отправляю то есть я комичу, я колбашу кот и в какой-то момент мне известно это есть уже полтора года, только это работает че это работает через 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 плягин за 200 баксов через джерри так зачем мне джерри? но кошек объяснял, что он скоро прикрутится ну, это когда? Нет, это еще Jenkins Enterprise, я думаю, что там это есть. Платный? Конечно, Куалуфис делает и платный. Ну, я не слышал, что это есть даже в платной версии, опять же. В TeamCity это есть давным-давно, оно интегрируется классно с IDE, оно интегрируется с IDE, с Clips, с Visual Studio, всё, как бы, тут вопросов нет. Ты колбашь, 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 думаешь, а как, собирать сейчас тесты или нет? На ремонт ранах продолжаешь колбасить. У тебя пришла нотификация, у тебя всё хорошо, все тесты прошли или нет, у тебя нехорошо, три теста поломанных. А чего еще фича стоит? Когда ты увидел поломанный тест в TeamCity и говоришь, открой мне VDE. Ну, прям кнопочка, открой VDE, шлюп тебя в VDE перебросил и открыл вот этот тест. А чего стоит фича, я хочу билдить в Мавинском проекте, только, ну, только те подмодули, которые были обновлены. Такой фичи нету в Мавине. Нет, это уже для тебя, по-моему, есть. Это на уровне, ну, короче. Ну, в общем, я за. Вот, но я вам хочу сказать, что посмотрите вот в сторону круиза, у них есть круиз, есть гол. Вот, как бы там слияние такое происходит, и они с недавнего времени, я очень удивился, они написали, что у них есть вот тоже Community Edition, который они тоже сделали. А? Круиза, это что? Ну, он же тоже Continuous Integration Server. Ну, вот. У них есть тоже Community Edition, который тоже, в принципе, имеет там мало ограничений совсем, но потом мне кто-то писал, что так и не нашел как его там выкачать или что-то такое, но есть официальная статья, где они говорят, да, вот у нас есть Community Edition. Ну, на странице круиза нет, гол есть. Ну, гол, да. Я же говорю, что они потом смешились, да, вот есть гол. Я даже скачал, но, честно говоря, я так и не нашел. Очень прикольно, потому что это, наверное, и он уже делается с Аусворксом, который вот как раз всё это Continuous Delivery продвигает, и бонус в том, что у них самая классная визуализация всего процесса. То есть, вот тут вот вы как раз можете посмотреть, вот пример, да, вот показано, что вот из этого шага в этот у нас автоматический переход, вот здесь написано Auto, а вот здесь написано Auto, а здесь Auto, а где-то тут было Man, вот, а здесь Manual. То есть, показано, что вот из этого шага в этот я перехожу вручную, и красивая диаграмма, то есть понятно, что здесь происходит, не солнышко там с ручкой, фигачек. Вот, то есть, визуализация здесь лучше, и мало этого, они ещё делают это наподобие доски задачи, то есть вот у нас Dev, Functional Testing, Twist Testing, Dist, дальше Duplo и пошло дальше. За кто я могу делать всё, что хочу сжавиться? Вообще. Ты же ещё не хочешь сжавиться? А так можно. Ну, не всегда. Но я за Open Source, да. И так, что мы получаем, подбиваем итоги. Во-первых, мы устраняем проблемы в повторяющихся ручных операциях. Когда мы делаем build или deploy руками, есть большой риск, что мы сделаем что-то неправильно. Мы пришли в плохом настроении, мы забыли что-то сделать и так далее. Чем более это автоматизировано, тем меньше проблем в повторяемости, тем лучше это всё работает. Мы как можно раньше пытаемся понять, а реально ли деплоить то, что мы сделали. Мы не ждём до того, как там уже будет полностью продукт построен, а потом случится вот такая печалька. Поэтому мы пытаемся как можно раньше научиться деплоить продукт в продакшн, чтобы потом избежать проблем. Очень часто я задавал вопросы ребятам разных компаний. А вы пробовали хоть раз, вот вы разрабатываете продукт, пробовали хоть раз деплоить в продакшн? Если у вас вот продакшн environment, что-то похожее. Нет, пока не пробовали, мы попробуем, вот там первый релиз у нас будет тогда. Неизвестно, сколько времени у вас займёт добавление этого всего в продакшн. И неизвестно, сколько оно гладко у вас пойдёт. Если вы делаете это постоянно, даже не в продакшн, а во что-то в продакшн-лайн, то вы откладите это всё у себя внутри. И потом это будет достаточно просто. Нет, так мало того, что если у вас такой проект, в котором вы ни разу даже не думаете, когда так будет, Скоро вы просто потеряете работу. Нет, работу не потеряете. Вас загребёт люксов или что-то. Да. Работу вы не потеряете, не переживайте. Проект. Проект, да. Следующее. Вот это, наверное, самое важное, ради чего мы это делаем. Вот очень картинка показательная. Среди вот всей этой кучи очень тяжело найти то, что мы ищем. Очень тяжело найти проблему. Когда у вас есть маленький релиз, маленькой фичи, то вы знаете, что если вы её задеплоили и есть проблема, то проблема с этой фичой. Если вы задеплоили 50 фичей и проблема, вы не уверены, с какой из этих 50 фичей проблема. Здесь всё чётко. Вы знаете, я в этой фиче менял там такую-то табличку. Проблема с базой, значит, это вот эта табличка. И вы знаете, как откатиться. Вам легко откатиться от одной фичи, чем от 50. Деплой идёт не час, не два, не три, не пять. Потому что это одна фича. Апдейты базы данных становятся легковесные. Ещё происходит такой интересный фокус, что вы выясните, что, в принципе, далеко не каждая фича меняет базу. И некоторые фичи вообще практически бесплатно можно выкатить. Они вам ничего не стоят. Вот это интересный фокус. Потому что я думаю, ну как же мы будем выкатывать каждую фичу? Там же постоянно нужно будет база. Нет. Вы потом начинаете считать статистику и оказывается, что каждая только пятая фича или десятая меняет базу. А все остальные добавляют логику, UI, ещё что-то. Особенно, когда продукт уже на какой-то сфазе развития. База меняется не на каждую новую фичу. И поэтому вам выкатить, вам даже не надо вот эти манипуляции с слейвами делать. Зачем? Вы код меняете. Выкатили и всё. Тадам. Вот. Ну, соответственно, для бизнеса это круто. То есть пришла идея, вам дали задачу, вы сделали задачу. Как только задача готова, вы её деплоите, смотрите. Если она не приносит денег, вы её ревертите. И деплоите без неё. Если она вам приносит деньги, вы получаете деньги и думаете на следующие идеи. Очень простой цикл. И вы все богатые и счастливые. Все могут деплоить на продакшн. Потому что деплои на продакшн становится очень простым делом. Вы заходите в какой-то инструмент наподобие того, что я вам показывал. Вам приходит нотификация о том, что пришло вам время дёрнуть рубильник. Последний шаг всегда должен быть не автоматический. Нельзя деплоить в продакшн автоматически. Потому что у всех случается... Ну, во-первых, не надо каждую фичу деплоить в продакшн. Это раз. Во-вторых, иногда это диктуется маркетингом. То есть, например, вы собираете какой-то набор фичей, и потом хотите сказать, вау, мы там сделали вот такое-то для пользователей. Если оно будет плавно появляться, иногда это вам не выгодно. То есть, вам выгодно дождаться конца недели и после этого сделать большой депло. Поэтому обязательно ручной шаг последний. Но это может сделать любой. Нет того, что должен прийти Вася, набрать набор команд сумасшедших и это сделать. Нажимаете на кнопку и всё делаете. Итак, что мы имели до этого? Например, мы работали по скраму, в лучшем случае. У нас был двухнедельный цикл релиза. В конце у нас был, наверное, код фриз. Мы пытались довести код до муподобия, чтобы релиз выкатился. Всё, что мы собрали, чтобы оно дошло до продакшна. Для нас релиз был большим событием. Мы напивались всё в пятницу. Чтобы в понедельник прийти и начать работу с чистого листа. Все радовались релизам. Теперь, после того, как вы поменяли свою жизнь, релизы для вас уже не событие. И, в принципе, вы относитесь к ним абсолютно спокойно. То есть, ну, сегодня шесть релизов прошло. Завтра не будет релизов. То есть, это, в принципе... А так же повод и птица. А? А так же повод и птица. Ну, опять же, птица. Птица никто не отменял, поэтому всё будет нормально. Можно так же... Нет, сейчас новая токсенция. Тогда можно с птица. Вот. Ну и, соответственно, вы маленькое количество изменений. И сам цикл меняется. Нету теперь этого классического. Разрабатываем. Тестируем. Релиз. Теперь всё по-другому. Коммитимся. Тестируем. Деплоим. Мониторим. Если мониторинг показал, что всё хорошо, продолжаем. Всё просто. Идёт. А мониторинг автоматически тоже бывают? А не так? Ну, это всё зависит от того, как вы настроите. То есть, если вы, например, знаете, что у вас там ЦПУ должен быть там до 50%, там это до того, вы можете просто в Нагиусе поставить, что алерт вам должен приходить. И правило такое. 15 минут не пришло алерт от Нагиуса, мы сносим то, что, ну, резервная копия. То есть, это уже всё зависит от вашего приложения. Если же вы не можете задать алертами, открываете, смотрите, как оно идёт и спросите. То есть, не обязательно всё должно быть полностью автоматизировано. Важно, чтобы поставка кода была автоматизирована. А уже почистка не обязательно полностью должна быть автоматизирована. Для того, вы там на проекте работаете. Вот. И книжечки нам почитать. Я уже сегодня упоминал вот эту книжечку. Refactoring Databases. Вот эти две очень полезны. Continuous Delivery и Continuous Integration. Driving Technical Change. Релизы. Вот эта книжечка мне тоже полезная. Она рассказывает как раз о том, как надо правильно организовывать релизы, о чём надо помнить. Рассказывает несколько обещанных историй с разных проектов. Ну, такая. Очень классная. Можно... Вот эта книжка где-то 450. Continuous Delivery. Может 500. Refactoring Database тоже. Где-то все 500. Вот это потоньше. Вот это где-то страниц 250. Береньки примерно 250. Давай, пишешь презентацию, да? Она выложена. На слайдшере. Она на слайдшере. Я сейчас со слайдшера показываю. К сожалению. Вот. Ну и вот спасибо, да, что решили послушать. Мой Twitter, почта, ну и XP Injection. Спасибо. И аплодисменты. Попросы, если есть ещё. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ